Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Daily Europe Online. У меня в гостях Константинович Боровой, политик, предприниматель, общественный деятель, недавно повидавший Марка Захаровича Фейгина в Лос-Анджелесе. Здравствуйте, Константинович. Здравствуйте, Михаил, недавно повидавший президента Зеленского по телевизору. Да, Константинович, но мы сегодня не о Марке Захаровиче Фейгине и не о Владимире Александровиче Зеленском. У нас срочный эфир, очень короткий эфир, посвящённый аресту Павла Дурова. Напомню, что Павел Дуров — основатель сети ВКонтакте. Десять лет назад он продал свою долю российскому государству, выехал и создал социальную сеть Telegram, которой сейчас все активно пользуются. И даже Такер Карлсон в интервью с Павлом Дуровым заявил, что он официально зарегистрировал свой аккаунт в Telegram, чтобы поддержать эту социальную сеть. В 2021 году Дуров получил французское гражданство, так что он официально ображен в Франции. Я не знаю, сохраняется ли у него российское гражданство или нет. Далее. Две недели назад он прилетел в Баку. Он находился две недели в Азербайджане. Даже, как говорят, хотел встретиться с Владимиром Путиным. Но Путин его не принял. Сегодня он вылетел из Азербайджана, приземлился в аэропорту в Париже, где был арестован. Ему вменяют зашифрованные сообщения в Telegram, распространение детской порнографии, терроризм и чего только ему не вменяют, наркотрафик. То есть в общем и целом это всё тянет на 20 лет. Его будут судить как граждана Франции. То, что произошло с Дуровым, мы понимаем, что это политическое событие, потому что Telegram — это очень влиятельная соцсеть. И эмоции, понимаете, эмоции. Такер Каусон, кстати, на эту тему говорил с Дуровым. И Дуров говорил, что ему присылают разные запросы, разные правительства, пытаясь влиять на Telegram. И естественно, что он вынужден, скажем, постоянно извиваться, чтобы не идти, скажем так, навстречу официальным структурам. Мы знаем, что и в Украине по Телеграму было очень много претензий по части российских аккаунтов, которые гонят российскую пропаганду на Украину. Дуров понимает всё. В чём попёрся тогда во Францию, как вы считаете? Вы же сами сказали, что это его родина, сынок. Это страна, где у него гражданство. Он туда не попёрся, он туда летал, прилетал, улетал. Вот всё то же самое могло с ним случиться в Соединённых Штатах. Это был запрос прокуратуры Франции. Азербайджан не очень прислушивается к этому и правильно делает. Понимаете, это ведь… Я вот только что делал ролик про триаду пропаганда, цензура, репрессии. Это триада, которая очень тесно связана с социалистами, с теми, кто пытается строить номенклатурное государство. Ну вот Франция в таком состоянии, почти все страны Европы. Они хотят подчинения, им не нравится, что есть какой-то там дуров, позволяющий себе не прислушиваться к мнению спецслужб французских. Это социалисты, это вот признак. Они хотят доминировать, они не любят предпринимателей независимых. Понимаете, у меня очень много претензий к дуровой, я сейчас этого обсуждать не буду. Вот одна из, пожалуй, одну можно обсудить, вот эту готовность предпринимателей к таким лёгким формам сотрудничества, не обязывающих его ни к чему такого серьёзному, ну, со всеми режимом, безразличия, что ли. Понимаете, он не поддерживает оппозицию российскую. Ему всё равно, как говорят, фиолетово, какая оппозиция. И это, вы знаете, это хорошо. Независимый предприниматель, который ставит задачу привлечения прибыли, извлечения прибыли и не вмешивается в политику, ну, это хорошо. И предприниматель, которого репрессируют, ну, вот Илон Маск, он к ним относится тоже, понимаете, предприниматель, которого вдруг социалисты, демократическая партия стали преследовать, особенно за его независимость, его компании, там, Тесла, при том, что демократы ором кричат о том, что они поддерживают электромобили, но не Теслу. Они поддерживают космические программы, но не те, которые проводят, там, Экс-Спейс, Илон Маск. Они понимают, что он слишком независим. Из него, в отличие от Гейтса, от Цукерберга, из него молока надоить нельзя, понимаете? Вот, и то же самое во Франции, он просто фактом своего существования, своей независимости очень раздражает. И в этом смысле, заметьте, не очень похоже на Путина. Одно и то же. Путин и его режим, и его спецслужбы, ФСБ и спецслужбы Франции. То есть они требуют, чтобы он выбрал, на чьей он будет в стороне. Но он на стороне независимости. Вот, понимаете, Константинович, это как раз вопрос, который мы хотели задать. Потому что, да, безусловно, есть директивы в Европейском Союзе, которые обязывают, например, бороться с зашифрованными сообщениями, потому что это может укрывать, скажем, под зашифрованными сообщениями, под незарегистрированными телефонами могут скрываться террористы. Мы это понимаем. Но в общем и целом, если так посмотреть, вы правы, по сути европейские правоохранительные органы, они сейчас действуют в духе диктатора Владимира Путина. То есть как Владимир Путин подкидывает, ну то есть он же никогда Путин не судит за, грубо говоря, реальные преступления. Он всегда находит повод для того, чтобы, грубо говоря, расправиться с политическим конкурентом, расправиться с политическим оппонентом, уничтожить какое-то СМИ и так далее. Вот не кажется ли вам, что это точно по Шварцу, то есть в борьбе с драконом в какой-то момент может так оказаться, что и те институты, которые мы привыкли уважать, которые мы привыкли ценить, они сами превращаются в этого злого дракона? Да, конечно. Это, ну мы с вами наблюдаем, это по нашей любимой Украине. Вот я боролся за Зеленского, Акелев, понимаете, я боролся с мощнейшей пропагандистской компанией Порошенко разными способами, там не только у себя в Ленте, вот, распространял объективную информацию. И Зеленский, придя к власти, воспользовался теми же инструментами пропаганды, ну, в каком-то смысле это было мотивировано войной, тем, что Путин проводит пропаганду, использует ее в качестве инструмента войны. Но это используется и для продвижения того, чем мы с вами говорили, вот этой антиреспубликанской повестки, антитрамповской. И, в общем, пропагандистская компания, вот эта тупая пропагандистская компания демократической партии, она теперь существует и в Украине. И, ну, это очень опасно, конечно, борьба с независимостью. Понимаете, как? Есть преступления, с ними, безусловно, надо бороться. Есть там наркоторговля, есть, что там еще, детская порнография, есть трафики там, человеческие наркотрафики. С этим надо бороться. Но для этого надо работать. Понимаете, не заставлять Павла Дурова закрывать глаза или там помогать всем закрывать глаза на эти преступления. С ними надо бороться, разыскивать этих преступников. Понимаете, и социальные сети в первую очередь, они проявляют эти явления. И попытка использовать социальные сети для закрытия, сокрытия этих явлений, это не борьба, а именно сокрытие преступлений. Вот, и мы же все понимаем, что не Павел Дуров занимается наркотрафиком, а кто-то использует его социальные сети. Ну, боритесь с ними. Они используют еще там коды. Ну, мы же не боремся с разработчиками там, шифрованных кодов, с разработчиками, коды, которые используются. Там наркодилеры используют вертолеты. Понимаете, ну, это самое простое, попытаться начать бороться с производителями вертолетов, которые, значит, используют наркодилеры. Понимаете, Константин Танч, вот после ареста Дурова, опять же, ну, я знать его не знаю, наверняка там были правонарушения, к которым можно прицепиться. Не было никаких правонарушений. Его арестовали не за реальные правонарушения. Вот я, смотрите, я о другом хочу сказать. Я говорю про другое, что вот как можно бороться, например, с политикой диктаторской Владимира Путина по ограничению Ютьюба, например, в России, когда, по сути, ну, коллективный Запад, Европа действует симметричными методами. То есть вот в этом вопрос, то есть по сути, что происходит? То есть мы теряем ориентир. Если в конце 80-х годов было понятно, что вот есть Совок, а вот есть Запад прогрессивный, где есть свободные СМИ, где есть Freedom of Speech, где есть Watch Dogs, СМИ, которые стоят над политиками, то сейчас, ну, уже нет этих чётких линий, по которым мы могли бы понять, собственно, где мы находимся, по какой стороне. Понимаете? Не является ли это проблемой? О чём вы говорите, Михаил, было 3000 лет назад. Всё то же самое, понимаете? Нету чётких критерий. И люди с традиционалистскими взглядами говорили о том, что молодёжь развращается. И Сократ, который просвещением занимался, значит, просвещение назвали развращением молодёжи. Понимаете? Всё можно использовать, любой инструмент можно использовать для, ну, вот этой, скажем, нечестной борьбы. Любой инструмент. Никаких социальных сетей, как вы понимаете, 3000 лет назад не было, но были школы, были семинары, на которых выступали философы, которым тоже выкручивали руки. Это преступление, обычное преступление, причём преступление автократоров. Значит, любая власть, особенно, так сказать, в этом смысле власть социалистов, грешна. Она пытается всё превратить в инструменты воздействия на общество для укрепления собственных сил. Понимаете? Борьба с наркотрафиком с помощью одной из многих социальных сетей, ну, это просто смешно, понимаете? Этих социальных сетей сейчас десятки, и эти преступники могут использовать любую социальную сеть и используют любую социальную сеть. Но у французских спецслужб ручки до Цукерберга не дотягиваются, потому что по этим ручкам можно ударить линейкой, и кто-то ударит. Видимо, демократическая партия сегодняшняя. А Павел Дуров, он слишком независим. Он оппонент Путина, у него нету так называемой крыши, понимаете, то, что принято сегодня в бизнесе. Вот поэтому он легко, его легко арестовать, и понятно, что за него никто не будет заступаться. Ну вот мы видели, как демократическая администрация, Соединённые Штаты заступаются за российских оппозиционеров. Ну никак, понимаете. То есть, подождите, правильно я вас понимаю, Косин Танч? То есть, чтобы Запад за тебя заступался, ты должен постоянно петь, как бы, ну, в унисон Западу, иметь какую-то надёжную крышу на Западе. Если ты не имеешь надёжной крыши на Западе, если ты не пышь в унисон, если ты, ну, не встречаешься с первыми лицами на Западе, значит, даже если твои права нарушаются, всем плевать. Ну, с некоторыми поправками, да. Поправка первая. Михаил Борисович Подраковский каждую неделю общался с госсекретарём Соединённых Штатов. До ареста. До ареста, конечно. И считал, что он просто неприкасаемый. Вот и крыша, которая у него, так сказать, была, она была недостаточно сильной, серьёзной. Эти ребята предают, понимаете, подход же ведь очень циничный. Сегодня он нужен, а завтра не нужен. Сегодня вот Цукерберг нужен, он проводит пропагандистскую кампанию. Гейтс нужен. И мы видим, как идёт суд над Гуглом за монополизацию, а суд над Майкрософт, ну, так сказать, знаете, идёт, но так ниженько-ниженько, так тихо-тихо. Вот, то есть не идёт фактически. Вот, потому что Гейтс принимает участие в пропагандистской кампании демократической партии, потому что в нём заинтересованы партия, которая находится у власти. Константинович, последний вопрос, который вам задам. Вот смотрите, в Госдуме государство-агрессора России призвали добиться освобождения Дурова. Об этом заявил Владислав Даванков, отправил следующее письмо в МИД. Даванков — это тот человек, который выдвигался на президентских и переточных выборах из партии так называемой «Новые люди» Алексея Нечаева. Ну, вопрос у меня вот к вам какой. То есть в начале российской агрессии против Украины, значит, существовала концепция, связанная с тем, что Россию нужно обескровить, чтобы все предприниматели из России уехали с деньгами, то есть чтобы, по сути, Россия не только интеллектуально обнищала, но и финансово, то есть чтобы люди оттуда выводили деньги. Не кажется ли вам, что подобными действиями, когда, по сути, Европа во многом действует, получается симметрично в политике диктатора Владимира Путина, значит, это всё будет иметь, ну, скажем, обратный эффект? То есть наоборот, люди, предприниматели российские, будут возвращаться в Россию, понимая, что в Европе жмут, если ты попадаешь под каток, значит, тебе хана, что в России, так лучше уж сидеть в России. Не боитесь ли вы в этой логике, что она возобладает в умах предпринимателей с деньгами, собственно, кстати, как уже происходит? Нет, ну, вы теряете самый главный элемент цели. Знаете, это что в аду там жарят, что в раю заставляют там быть святым. Вот это рассуждение из этой области, разные цели. Сохранение неоптимального, может быть, вот этого европейского дома, социалистического во многом. И с другой стороны, варварский режим Путина. Сравнивать, говорить, что это там одно и то же, но это слишком сильно. Это все-таки разное, но некоторая косорукость, ну, вот французских спецслужб, которая проявилась сегодня в этих действиях против Павла Дурова, ну, мы с вами существуем для того, чтобы реагировать правильно. То же самое было ведь одна и та же история, значит, Фридман Авен, по сравнению с настоящими олигархами вокруг Путина, которые владеют сотнями миллиардов долларов. Эти нищие там, Петр Авен, там, Фридман, со своими там 10-25 миллиардами, просто никто, понимаете? Но весь запал, вся энергия, все информационное пространство направлено против них. Друзья, ну, это то, что я здесь говорю, там, стараюсь говорить громко. Ну, а почему вы не обращаете внимание на настоящих олигарх, у которых закопаны здесь в экономике Соединенных Штатов триллионы долларов? Триллионы долларов самого Путина. Понимаете? И для того, чтобы не заниматься этим, не обращать на это внимание, все начинают говорить о Фридмане и Авене. Ну, это просто способ отвлечения внимания от главной болезни, главной проблемы. То же самое с Дуровым. Константин Анатольевич, спасибо вам большое за это интервью. Я, признаться честно, по мне буквально тёк пот, потому что я вспомнил, что он обещал больше не ставить этот цветастый микрофон. Но вот я, видите, настолько преисполнен эмоциями, что я забыл, так что будем считать, что это крайний раз, когда я ставлю такой цветастый микрофон. Ничего страшного. Я вам очень признателен. Константин Анатольевич Боровой, известный общественный деятель, политик-предприниматель, был сегодня с нами. Друзья, подписывайтесь на канал Константин Анатольевича, на мой канал и до новых встреч. Спасибо большое.